Задержан подозреваемый в убийстве юной Сочинки. Напомню, школьницу задушили рядом с поселком Магрия. Пошел на преступление, чтобы отомстить. Молодой человек совершил разбойное нападение на магазин. На пляжах не есть, а на улицах убирать. Об этом глава Сочи попросил жителей и гостей курорта. 6 августа объявлен днем субботников. Подозрительно дешевые экскурсии привлекли сотрудников мэрии. Около 60 фактов нерегальной продажи турпутевок выявлено в Сочи. Цены на коммунальные услуги должны быть прозрачными, потребовал Вениамин Кондратьев. Глава региона провел краевую планерку. Одним из ее вопросов стало повышение тарифов ЖКХ. Выросли они согласно федеральной норме. Однако цифры в платежках нередко завышают и управляющие компании. Все подробности у наших краснодарских коллег. Эту планерку Вениамин Кондратьев предложил начать с самого главного для региона вопроса – с подсчета финансов. Уже сегодня в разгаре формирования бюджета на следующий год. И по прогнозам федеральных экспертов, роста доходов не ожидается. При всей непростой ситуации край не собирается отказываться от социальных обязательств и даже планирует дать толчок экономическому росту. Ставку глава региона делает на местных производителей. Важно и принципиально, чтобы не только мы сохранили социальную направленность бюджета, но и сделали его бюджетом экономического роста. Покажите, что нужно сделать для того, чтобы наш внутренний региональный рынок был заполнен товарами нашего внутреннего регионального производителя. У нас же абсурдная ситуация. У нас куда ни посмотри, у нас везде все с других субъектов или импортное. А наши внутренние производители бьются, они могут реализовать продукцию. А давайте посмотрим на строительную сферу. У нас что, в Крае мало производится сегодня стройматериала? Вот все коллеги, которые сидят, они перед вами. Вы сегодня посмотрите с точки зрения экономического среза, что мы производим и что мы продаем на внутреннем рынке. Мы живем в едином экономическом пространстве и мы можем сделать лучше, чем в среднем по России у наших соседей. Мы это делаем. Но понятно, это все зависит от общей экономической ситуации в Российской Федерации. Оптимизировать доходы и расходы нужно не только в краевом консолидированном бюджете, но и в казнах районов. И в этом вопросе не может быть отстающих, обозначил свою позицию Кондратьев. В регионе единая финансовая система, а значит за пополнение доходов главы на местах, конечно, отвечают. Но прежде всего ответственность на краевом Минфине. У нас финансовая система в крае одна. И зона ответственности полностью ваша. Если вы видите, что есть потенциал, а не добираете, опять-таки здесь, тогда скажите, кто в муниципалитете не способен его добрать. Я еще раз подчеркиваю, что бюджетная система края у нас одна. И бюджет у нас один. Поэтому муниципальный бюджет и краевой бюджет, в целом консолидированный бюджет края. Вот вы за него отвечаете. Поэтому здесь все, что недоработали, это вы недоработали вместе с своим блоком. Впрочем, не менее важный вопрос и семейный бюджет кубанцев, в котором в последнее время увеличилась статья расходов. С 1 июля по всей стране тарифы ЖКХ выросли на 4%. Но повышение цен пока не всегда отражается на качестве. Хоть и заложены эти деньги именно на модернизацию инженерных сетей. За последний месяц поступило больше тысячи жалоб от жителей на перебой с водой и светом. В то же время управляющие компании не всегда спешат объяснить, за что конкретно выросли цифры в коммунальных платежках. Жалуются, что тарифы-то растут, а услуги, качество услуг вслед за тарифами не растет. Рост должен быть обоснованным. И повышение цены, тарифов, они должны быть не с потолка. А мы сегодня почему молчим-то, не отвечаем на эти жалобы людей, потому что ответить нам просто нечего. Нам важно проследить, чтобы никто не воспользовался этой ситуацией и не завысил ни цены, ни тарифы на услуги ЖКХ. Никто, ни энергоснабжающие организации, ни управляющие компании. Вот они у нас где-то любители поиграть с тарифами. И здесь, наверное, мы все вместе за этим следить, начиная от главы района, в том числе моих курирующих вице-губернаторов, направления квартальных руководителей ТОСов и, конечно, здесь правоохранительные органы, в том числе и прокуратура. И те, кто балуются сегодня завершением тарифов, должны нести ответственность, вплоть до уголовной. Масштабное отключение электричества в министерстве ЖКХ сегодня объясняют аномальными погодными условиями. Коммунальные сети просто не выдерживают высоких температур и сильных ливней. Увеличивается нагрузка с наплывом туристов. Однако это не должно стать основной причиной, заявил губернатор. Ведь курортный сезон не в форс-мажорной ситуации, к нему готовятся заранее. Что же касается общего решения проблемы, то к утверждению сегодня готовится программа развития энергосистемы края на пять лет. А значит, можно надеяться, что уже в ближайшее время лето в кубанских городах не будет сезоном отключения света. Снова в строю. Тимошевский сахарный завод получил второе рождение. Спустя несколько лет простоя. Уже к концу этой недели предприятие начнет работать. Это последний из 16 сахарных заводов на Кубани, которые вывели из состояния банкротства и нашли инвестора. На реанимацию сахарного комплекса и покупку нового оборудования потребовалось около 500 миллионов рублей. Посмотреть завод и пообщаться с сотрудниками. На предприятие сегодня приехал глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатору показали новые аппараты и автоматизированную систему, где проходит весь технологический процесс превращения из свеклы в сахарный песок. На заводе сейчас ведется монтаж последнего оборудования. И совсем скоро первые партии сахарной свеклы пустят в производство. Это оборудование будет жить долго. Оно будет делать экономику в вашем предприятии. Она высокоэффективная. И затраты на него эксплуатационные ниже. Это экономия газа, это экономия камня, это экономия угля и экономия рабочей силы. Давайте на рабочей силы экономить не будем. Рабочий день губернатора края проходит сегодня в Тимошевском районе. Глава региона также посетил одну из лучших крестьянско-фермерских хозяйств муниципалитета, а после провел заседание аграрного совета. Вениамин Кондратьев и Сергей Кельбах осмотрят трассу и проведут совещание по вопросам дорожного строительства. В Краснодарском крае. Напомню, 22 июля глава региона выезжал на участок М4 Дон в Туапсинском районе, где жители и гости края часами стояли в многокилометровой пробке по направлению к морю. По итогам осмотра трассы губернатор предложил увеличить число патрулей, регулирующих движение, а также количество строителей на участке. Отдельно глава региона вынес вопрос о переносе сроков дорожных работ. По мнению Вениамина Кондратьева, на Кубани они должны проводиться с 15 сентября до 15 июня, а не в разгар курортного сезона. В данный момент, по рекомендации губернатора, в будни движения на автодорогах М4 Дон и Джубга-Сочи регулируют 18 патрулей, в выходные 24 экипажа. В районе Горячего Ключа и Туапсе в выходные дежурят патрули, указывающие на альтернативную дорогу к морю. Количество строителей на участке увеличено до 170 человек, задействовано 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Кубань в 4,5 раза сократила число инвестпроектов для форума «Сочи-2016». На Международном инвестиционном форуме край представит около 400 инвестиционных предложений. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил это сменой подхода. «Задача региона – взять не количеством представленных макетов, а тем, сколько реальных денег мы сможем привлечь в развитие нашей экономики», сказал глава края в интервью ТАСС. В этом году будут представлены проекты по созданию промышленных парков, строительству платных автомобильных дорог, развитию альтернативной энергетики, по использованию больного ресурсов региона, геотермальных и минеральных вод, лечебных грязей. Изменения претерпел и формат презентации. Во-первых, весь потенциал края будет представлен на одной площадке. Во-вторых, решено отойти от привычных макетов. Все будет интерактивно, максимально понятно и наглядно, с использованием самых современных технологий. По словам губернатора, за последние пять лет на форуме в Сочи края и муниципалитеты заключили более 1300 соглашений. Из них эффективными он назвал 70%, остальные 30 – соглашения, по которым действие приостановлено, либо на стадии расторжения, либо расторгнуто. Напомню, 15-й международный инвестиционный форум в Сочи пройдет с 29 сентября по 2 октября. Сегодня утром стало известно о задержании подозреваемого в убийстве сочинской школьницы. Как сообщает Следственный комитет России, 33-летнего Сергея Тхорова полиция задержала в поселке Рассвет Ростовской области. Фамилия, имя, отчество? Тхоров Сергей Александрович. Ранее судим? Да. За что? 162-я, 2-я. Освободился в 2015 сентябре. На видео, опубликованном в интернете, задержанный Сергей Тхоров отвечает на вопросы оперативников. Задержание накануне вечером произвели сотрудники транспортной полиции Ростовской области. Сейчас следственные действия с подозреваемым проводят сотрудники Следственного комитета. Разыскивали жирание судимого за убийство и другие преступные деяния Тхорова с 15 июля. В ту ночь была зверски убита несовершеннолетняя школьница. Шокирующее преступление было совершено на железнодорожной платформе «Магри». По предварительной версии, 15-летняя девочка возвращалась домой с братом, который на некоторое время оставил ее одну. В этот момент к одиноко стоящей школьнице подошел мужчина. Он оглушил, а потом и задушил девочку. Кадры видео, повергшего в шок всех сочинцев, попали в объектив камеры наружного наблюдения, что и помогло установить личность подозреваемого. Здесь же видно, как мужчина в шортах с пакетом в руках подходит к железнодорожной платформе «Магри». Уже на следующий день появился фоторобот предполагаемого преступника. Еще через день в социальных сетях распространилась ориентировка на подозреваемого, по которой ростовские полицейские и задержали 33-летнего уроженца Улан-Удэ. В ходе следствия установлено, что убийство Сергеем Тхоровым совершено при попытке изнасилования несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается. Пошел на преступление, чтобы отомстить. Молодой человек совершил разбойное нападение на магазин. Как удалось задержать злоумышленника и почему он решил пойти на преступление, расскажет Инга Габешия. На кадрах видеонаблюдения момент совершения преступления. Молодой человек ворует деньги из кассы одного из магазинов по улице Виноградной. Продавец пытается помешать мужчине. Лицо свое он не скрывает и женщина легко узнает в нем бывшего сотрудника торговой точки. Кассир, по всей видимости, пытается отговорить молодого человека от совершения преступления. Отходит в сторону только тогда, когда в руки преступника появляется нож. Благодаря полученным записям с камеры видеонаблюдения удалось составить ориентировку, которая была передана всем наружным нарядам. Уже через полчаса сотрудниками полиции по подозрению совершения разбойного нападения был задержан 25-летний приезжий. Из кассы 25-летний молодой человек, уроженец Кабардино-Балкарии, похитил больше 100 тысяч рублей. Потратить не успел. Был очень быстро задержан полицией. Рассказывает, на преступление его толкнула обида на хозяина магазина. Да, в данной организации проработал больше 7 лет и был уволен без причины. С тем, что я бы не был согласен. Я решил отомстить своему хозяину, взял нож и взял и забрал кассу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине за разбойное нападение грозит тюремный срок. Цена мести – до 10 лет лишения свободы. Инга Габеши, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. В центре Сочи сегодня в обед сбили пешехода. А мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил перейти дорогу в неположенном месте на Платановой аллее. ДТП произошло неподалеку от автобусной остановки у торгового центра «Мелодия». Раньше здесь был пешеходный переход в целях безопасности и улучшения дорожной обстановки. Его закрыли еще в прошлом году. Но многие, не желая спускаться в подземку, решают испытать судьбу и перебегают дорогу, что и сделал этот мужчина. В результате попал под мопед. Ехал спокойно. Вот этот человек просто синий, если можно так выразиться, кинулся под колеса. Из-за ДТП на некоторое время было затруднено движение транспорта. Поток разгрузили сотрудники полиции. А пострадавший мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. С начала курортного сезона в море сочинские пограничники выявили свыше 60 фактов нарушения правил пограничного режима. В основном это владельцы, не поставленных на учет плавательных средств, и те, кто не уведомил пограничников о намерении выйти в акваторию. Сравнительный анализ показал, что за летний период в море вышло на треть больше судов, чем в аналогичный период прошлого года. Вдвое возросло и число граждан, желающих провести время вдали от берега. Чтобы на законных основаниях выйти в море, владельцы маломерных судов различных плавательных средств и средств подводного движения, в том числе водолазных дыхательных аппаратов, необходимо ставить их на учет в ближайших пограничных подразделениях. Владелец судна обязан не позднее, чем за 4 часа, уведомить пограничников о выходе в море или об отказе от выхода, а также незамедлительно сообщить о возвращении. Если плавательное средство не снабжено автоматической идентификационной системой, то выход разрешается только в светлое время суток. Кроме этого, судовладелец, а также все работники и пассажиры на борту обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. К чистоте на пляжах, на улицах и в автобусах призвал сегодня глава города Анатолий Пахомов. 6 августа будет объявлено Днем городских субботников. А накануне мэр Сочи лично проинспектировал пляжи в Адлере и остался недоволен санитарным состоянием прибрежной полосы детского санатория. Чем провинилась «Зеленая горка» расскажет Елена Овсецина. Сразу же глава города отметил, что в Сочи проводится масштабная работа по всем отраслям, и такие факты, как антисанитарии на пляже детского санатория «Зеленая горка» перечеркивают весь труд. На пляже «Зеленая горка» – это детский пляж, детский санаторий. Там стоят вот такие вот обрезанные, знаете, из металлические банки, вот эти вот, 90-е годы, которые делали. И там стоит народ весь курит, на пляже прям, на гальке. Там же лично Анатолий Пахомов вывел незаконный сброс канализационных стоков. Люди на аналогичную ситуацию жаловались и в Хольсте, и в Кудепсте. Хватило двух часов, чтобы решить проблему. Глава города обращается к своим подчиненным, так работать дальше недопустимо. Это при том, что модернизирована вся городская система водоснабжения, водоотведения и канализации. Ведется контроль за каждым объектом, владельцы которых подключаются к централизованной системе канализации. Тем не менее, в решении экологических проблем курорта еще находятся отдельные очаги и выявление их задачи оперативная. Для меня нет никаких авторитетов. Авторитет только один – это качество работы. Кто устал, никого не держу. Не уходите – будьте добры работать. Понятно это? И работать качественно. Глава города потребовал провести тщательный контроль всех пляжей курорта Сучи. Там не должно быть выносной торговли. Море – это место купания. Есть на пляже скоропутающиеся продукты, которыми торгуют в жару, категорически запрещено. За этим должны следить арендаторы пляжей, их службы безопасности. Частотой должны отличаться и все сочинские улицы, и автобусный парк в том числе. Главам районов даны поручения организовать в ближайшее время вместе с населением субботники. Более того, в крае объявлена пятая степень пожароопасности. В связи с этим горожан и гостей курорта просят не забывать о том, что в течение 10 дней в Сочи сохранится такая жара. Ни в коем случае не разводить костры в лесах, не сжигать мусор, не бросать окурки ни в лесной местности. Даже и здесь на площадях у нас лесопарковое хозяйство тоже большое, много травы, много приходится выкашивать, в том числе даже в устьях реки. Необходимо объяснять детям, что шалости со спичками ведут подчас к трагедии, особенно в период высокой пожароопасности. Сейчас Сочи максимально загружен гостями и все службы курорта обязаны работать с учетом наплыва туристов. Замечания управлению транспортом. На каждом маршруте надо следить за графиком движения автобусов, чтобы на конечной остановке, например на посту ПСУ, они не собирались в огромном количестве. О народном контроле задание выявить нелегальных перевозчиков. Есть информация, что такие выходят на линию. Также на планированном совещании говорили о подготовке к осенним выборам. Они пройдут 18 сентября. Это еще продолжение курортного сезона. Чаще его называют бархатным, поэтому всем, кто приезжает на курорт, стоит брать в своих городах открепительные удостоверения и голосовать в Сочи. То же самое касается сочинцев, которые в этот период уедут из города. Елена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Около 60 фактов нелегальной реализации туристско-экскурсионных путевок выявлено в Сочи. Столько протоколов об административном нарушении в части мелкорозничной торговли, а также о несоблюдении правил благоустройства составлено с начала курортного сезона. Как распознать самовольщиков, торгующих экскурсионными билетами, узнала Татьяна Говоркова. Поездка в Абхазию, конные прогулки, дайвинг и многие другие увлекательные экскурсии предлагают туристам в таких павильонах. Здесь даже тур на Роза Хутор обойдется всего в 350 рублей. Отдыхающих цена интересует, а вот сотрудников администрации настораживает. И не только это. На павильоне отсутствует информация от предпринимателя. Нет уголка потребителя и сам реализатор не в униформе. Проверив документы, специалисты отдела туризма совместно с полицейскими составляют протоколы. Выявлен факт реализации экскурсионных билетов без разрешительной документации на муниципальные территории. Составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, налицо нарушение правил благоустройства и содержания территории. И это не все. Еще одну ответственность индивидуальный предприниматель Килишан понесет за несоблюдение трудового законодательства. С реализатором не составлен договор, а значит, зарплата выдается в конверте и налоги не поступают в казну. Кстати, пока полицейские и сотрудники администрации разбирались с этим киоском, реализаторы других еще трех экскурсионных будок, чтобы избежать административной ответственности, оперативно закрывали торговлю и убегали с рабочего места. По ним также будет проведена проверка и, скорее всего, постигнет та же участь. Павильоны вывезут на штрафстоянку. Одна из площадок уже забита киосками. Всего с начала курортного сезона было выявлено 57 нелегальных фактов торговли экскурсионными билетами. Павильоны вывозились из Адлерского и Лазаревского районов. В центре города и в Хосте искоренить такие факты удалось еще в прошлом году. Минимум 2-3 раза в неделю мероприятия по выявлению данных частных предпринимателей. Производится изъятие данных будок по статье 19.1 самоуправства. Дальше они отвозятся на специальные склады, которые определены под ответственное охранение, до определения суда, которое определит, виновен или неведомен данный частный предприниматель и уже даст дальнейшие указания по возврату данных будок. Право вести реализацию туристско-экскурсионных путевок определяется по итогам конкурсов. Легальные продавцы дают гарантию на свои услуги. А вот с самовольщиками надо быть аккуратнее, чтобы в итоге не испортить себе отдых на курорте. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Завтра газа не будет в поселке Лазаревское. Специалисты Сочи-Горгаза в рамках подготовки к зиме проведут плановые ремонтно-профилактические работы. На период работ с 8.30 до 16.00 будет временно приостановлено газоснабжение потребителей улиц Бирюзовая, Калараш, Нахимова, Адоевского, Павлова, Речная, Социалистическая, Спортивная, Ушакова, Энтузиастов, Янтарная и переулка Корабельный. Потребители просят проверить наличие действующих договоров на техническое обслуживание внутридомового оборудования. Без них повторный пуст газа будет невозможен. В целях безопасности и для более быстрого подключения домов жителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами. И к другим новостям. На 4 дня Сочи превратится в столицу джаза. С 4 по 7 августа на курорте пройдет уже традиционный для Черноморского побережья фестиваль «Акваджаз». Ежегодно по приглашению основателей президента фестиваля Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие музыканты России, США и стран Европы. История фестиваля началась в 2010 году вместе со стартом в Олимпийской столице культурной олимпиады. А с 2014 года фестиваль является важнейшей частью культурного постолимпийского наследия. Седьмой раз подряд именно в августе месяце наш город Сочи становится джазовой столицей России, Европы и даже где-то мира. Потому что участники фестиваля «Акваджаз» действительно едут просто со всего мира. И мы будем свидетелями уникального джазового творчества, признанных исполнителей джазовой музыки. Седьмой фестиваль «Акваджаз» откроется 4 августа традиционным джазовым парадом от Морпорта до площади Южного Мола, где пройдет церемония открытия. Там же с 4 по 6 августа зрители смогут увидеть выступления лучших российских джазовых музыкантов абсолютно бесплатно. 5 и 6 августа пройдут камерные концерты фестиваля на сцене Зимнего театра, в рамках которых выступят звезды мировой джазовой сцены вокалистка Соми и трубач Вадим Эйлинкрик. А также свой юбилей отметит грандиозным концертом барабанщик Олег Бутман. 7 августа на сцене концертного зала «Фестивальный» пройдет большой гала-концерт группы знаменитого басиста Ричарда Бона и всех участников фестиваля во главе с Московским джазовым оркестром. Кроме того, запланированы мастер-классы, творческие встречи и джеймс-эйшены участников фестиваля на протяжении всех 4 дней. Сочинцы стали бронзовыми призерами теннисного турнира ветеранов. В минувшие выходные, накануне 320-летия военно-морского флота России, в Севастополе прошел 11-й теннисный турнир среди ветеранов-любителей «Большая бескозырка». На берегах города-героя по инициативе бессменного организатора турнира Константина Затулина встретились соперники из разных городов России. Среди участников состязания известные политики, общественные деятели, ученые, предприниматели, космонавты. Люди разных профессий, объединяет которых любовь к «Большому теннису» и Крыму, о чем и было заявлено в дивизии состязаний. Мы вернулись домой, в Севастополь родной. Мы будем играть. Я без всякого привлечения хочу сказать, что я и мои товарищи, мы испытываем чувство гордости, находясь здесь, на Севастопольской земле. Мы рады, что Крым наш. Мы рады, что все российские граждане могут встречаться здесь вместе без всяких препятствий. Севастопольский турнир проходит в 11-й раз. Его организаторы отмечают, что еще до начала строительства моста через Керченский пролив был выстроен по-настоящему прочный теннисный мост между Севастополем и остальной Россией. Его главная функция – сближать берега. В этом году среди участников рекордное количество членов теннисного клуба летчиков-космонавтов, среди которых герои Советского Союза и России. Посещение турнира для многих из них – добрая традиция. Можно сказать, охарактеризовать одним словом. Это большое счастье. Быть здесь, в Севастополе, сражаться на этом турнире, а потом, самое главное, быть с участником прекрасного, значимого, праздника. Всего в турнире «Большая бескозырка-2016» приняли участие 80 теннисистов. Победу праздновали москвичи. Сочинцы стали бронзовыми призерами. Сочинцы приехали сегодня большой командой. Несколько человек принимали участие в играх и, по-моему, довольны тем, что они участвуют в этих мероприятиях. Это тоже для нас большой праздник, для сочинцев, для людей, которые живут на Черноморском побережье. Черноморский флот охраняет не только Севастополь и Крым, он охраняет Кавказское побережье России, а значит и город Сочи. И курортный сезон в Сочи под охраной военно-морского флота России и Черноморского флота. После церемонии награждения участники и гости турнира традиционно отметили главный праздник города моряков – День военно-морского флота. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.